Новинка этого года – моцарелла – уже стала хитом продаж и одной из главных достопримечательностей брянской экспозиции. В прошлом году на этой же выставке в Москве специалисты предприятия обмолвились о сюрпризе, который ждёт покупателей. И вот он – белоснежные шарики моцареллы в рассоле, или ну совсем итальянский вариант, а ниже, но в оливковом масле с маслинами. Продукт стал настолько популярным у брянского потребителя, что его повезли в Москву состязаться на всероссийском конкурсе. Компанию ему составили сыр голландский ламтевой и масло традиционное. Кстати, все продукты были отмечены медалями Всероссийской выставки – тремя золотыми и одной бронзовой наградой. Каждое изделие, говорят сыроделы, уникально, но иностранного гостя на Стародубской земле ждали с особым трепетом. В этом году на нашем предприятии пущена в эксплуатацию поточная автоматизированная линия фирмы Комат, итальянская фирма. К нам приезжали специалисты на завод, которые устанавливали это оборудование. Затем к нам приезжали технологи, которые учили специалистов нашего предприятия варить настоящий итальянский сыр моцарелла. Кроме того, наши специалисты тоже ездили в Италию обмениваться опытом. Этот макет завода по производству сухой молочной подсырной сыворотки – еще один повод для гордости участника выставки. Новый цех обошелся предприятию в 150 миллионов рублей. Но, уверены здесь, затраты окупятся через три года. Строительство цеха уже позволило наладить на ТНВ безотходное производство. Заинтересовались сухой молочной подсырной сывороткой и другие местные производители. Так, крупнейшим покупателем продукции Стародубского завода стала компания «Мираторг», использующая сыворотку для производства кормов для животных. Елена Бочкарева, Аристарх Никитин, События, Москва.